Приветствую на нашем канале. Мы готовим салат под названием от сихани и обжариваем куриное филе на сковородке со специями. Когда уже филе чуть-чуть поджарилось, но у меня еще не поджарилось, можно сказать тушится, добавляем специи, которые вам нравятся. Там в рецепте были карри, но я как-то карри не очень люблю. Я добавила свою любимую специю для курицы и чуть-чуть добавила еще паприки, подсолила и доводим курочку до готовности. Мы подготовили куриное филе, обжарили со специями и солью, до вкуса довели, чуть-чуть измельчили грецких орехов, сварили и очистили яйца, помыли виноград, подготовили тертый сыр, по рецепту общий гао дойдет, сделали майонез или взяли, который вы там любите, и приступаем к приготовлению. Значит, сначала выкладываем первый слой, половину курицы, которую вы приготовили. Так, смазали слой курицы майонезом, теперь посыпаем измельченными, грецкими, может быть и миндальными, но мне кажется, все-таки лучше грецкие орехи. В общем, для меня это такое сочетание, я еще не уверена, что мне понравится этот салат, но люди многие очень довольны, и дочь моя такое любит. Я первый раз готовлю этот салат. Не могу сказать, что это любимое мое сочетание продуктов, Ну вот, что получится, я скажу вам свое мнение, а дочь скажет свое. Ну, в общем, расскажем кому что. У меня тут уже фантазия, чтобы я сюда добавила. Может, как-нибудь, если мне понравится это сочетание, потом я его немножко модернизирую этот салатик еще, если понравится. После грецкого ореха, не смазывая майонезом, сразу раскладываем тертый сыр. По рецепту идет галда, но у нас какой-то другой. У нас что-то типа моцарелла, по-моему. А, у нас там три сыра написано. Хотя не похоже, что там три сыра, больше похоже на моцареллу. Ну, моцарелла, она более пресная, этот все-таки немножко вкуснее, чем моцарелла. Но точно не галда. А по рецепту идет галда. Ну, вот такой слой тертого сыра мы посыпали салат. Теперь смазываем это снова все майонезом. Смазав слой сыра майонезом, теперь натираем три яйца. Делаем слой из тертых трех яиц варных. Терли яйца и снова смазываем майонезом. Повторяем все слоя по второму разу. То же самое. После орехов снова посыпаем сыром и смазываем майонезом. Снова трем яйца. Это уже предпоследний слой нашего салата. Так, вот такой салатик у нас замечательный получился. Главная его фишка это виноград. На мой взгляд, украшаем виноградом, как позволяет фантазия. Но я бы еще обязательно в какой-нибудь из слоев, наверное, к курочке добавила чернослив. Ну, я еще попробую, понравится ли мне такое сочетание. И в следующий раз, наверное, если понравится, то еще добавлю чернослив. Приятного всем аппетита! Ну, и напишу вам, понравился мне этот салат. Или всем, кто его попробует, или нет.